Продолжение следует... Черная пешка А бьет ее. Белые, в свою очередь, выдвигают пешку С. Черные пешкой Б бьют ее. Белые делают ход пешкой А на поле А6. И поскольку белая пешка ближе к последнему ряду, чем какая-либо из черных, белые выигрывают. Допустим теперь, что ход черных. Тогда они могли бы сыграть средней пешкой Б на поле Б6. Белые бьют ее пешкой С. В ответ черные бьют ее своей пешкой С. Черным не имеет смысла добиваться проходной пешки, так как белые пешки скорее прошли бы серзи, чем оставшаяся пешка черных. В результате на доске получилась такая ситуация. Игра при правильном продолжении должна окончиться в ничью. Предлагаем вам самому убедиться в этом. При проходных пешках или пешках, которые могут стать проходными и пройти в ферзи, можно рассчитать, которая из них раньше достигнет цели. В этом положении выигрывает тот, кто делает первый ход. Допустим, ход белых. Прежде всего, необходимо вычислить, успевает ли неприятельский король остановить пешку. В данном случае А на ее пути к ферзи. Давайте вспомним правило квадрата. И мысленно построим квадрат пешки А. При этом учтите, что при первом ходе пешка может сделать двойной прыжок. Вот он, квадрат пешки, если она встанет на поле А4. Как видите, черный король не находится в нем и не может в него вступить при очередном ходе. Это значит, что в данном случае король не в состоянии остановить пешку на ее пути к полю превращения. То же самое касается и пешки H7. Тогда давайте посмотрим, какая из двух пешек, А2 или H7, смогут дойти до поля превращения быстрее. В данном случае время, необходимое для обеих сторон, равно. Но пешка, которая первой вступит на восьмое поле и станет ферзем, получит возможность побить неприятельскую пешку, когда та тоже превратится в ферзя. Давайте посмотрим, как это произойдет. Пешка белых делает двойной ход на поле А4. Черная аналогичный ход на поле А5. Белая пешка сделала ход на поле А5. И черная пошла на поле А4. Пока все действия соперников симметричны. Но путь белой пешки преграждает пешка А7. На помощь ей приходит пешка В5 и делает ход на поле В6. Черная бьет ее. Теперь нужен маленький расчет. Белые могут побить пешку, но в этом случае они не будут владеть тем полем, на котором черные превратят свою пешку в ферзя. Поэтому белые играют иначе. Вернем пешки на место. Теперь пешки продвигаются каждая по своей вертикали. Белые становятся ферзем на один шаг раньше, и белые выигрывают. Очень полезно упражняться в разыгрывании подобных простых окончаний, чтобы приобрести навык в счете и всегда с легкостью определять, можно ли первым пройти ферзи. Субтитры создавал DimaTorzok